Нахожусь на Козе Бич. Пляж получается возле парка, тайского Паттай Парк, прямо на краю. Здесь напротив меня, смотрите, какая он. Офигенная. Виден остров, но это не Кулан. Я не знаю, что это за остров. Это получается между северным и югом, центр Паттайя, но это не центр считается. Ландшафт просто шикарный. Вот этот отель, я не знаю, как он называется, но классно. Я бы здесь хотел, конечно, остановиться. Уже искупался. Вода гораздо лучше, чем на Джентени. Ну, по цвету получше, конечно же. По заходу тоже лучше. С утра сегодня был на Джентени, посмотрел на эти волны. Я вот снимаю вам каждый день, показываю ролики. Кстати, если не подписались, подписывайтесь. Через день будут выходить ролики про Таиланд, про Паттайя именно, потому что я здесь живу. Вообще, сюда можно приехать и жить, ну, надолго. Ну, просто одна проблема здесь с визами. Я отдельный ролик запилю по поводу виз. Так, здесь можно будет сделать визу себе на долгий срок, на год, на два. Если ты, например, айтишник или студенческую, ой, да, студенческую, либо айтишную, цифровой кочевник. Либо, если ты пенсионер, либо ты, если бизнесмен, бизнес-виза. Блин, ну, просто вообще шикарный, да, ландшафт. Офигеть. Прям вот напротив это Кози Бич Отель. Через него я прошел. Пляж бесплатный. Лежаки, по-моему, платные, я не знаю. Но я думаю, когда сезон здесь будет, здесь будет еще лучше, красивее. То есть вода будет прям, наверное, топчик. Вот так вот. Как вам вообще? Или Пхукет лучше? Ну, с Пхукетом, конечно, не сравнить. Там карасивей. Я согласен. Там пляжи прям суперские. Это в сезон. Сейчас не сезон, там дожди. Там неинтересно. Но Паттайя самый плюс это то, что здесь цены очень привлекательные. Вот я приехал на байке сейчас от своего конда. Все, 50 бат заплатил это что-то полтора доллара. Такси 100 бат стоит. Два с половиной доллара. Вообще хорошо. Сейчас снимаю вот с лестницы, получается, поднялся на территорию. Здесь столики такие интересные в виде пиал. Сидят, можно отдыхать здесь. Хорошо. И вот такая бухта. Ну, не совсем бухта, но все равно пляж похож на такой, знаете, райский. Чем-то напоминает мне. Либо Ката бич. Нет, Ката гораздо больше. Ну, такие небольшие. Шикарные виды, да? Особенно вот здесь вот сидишь такой на этой. Ой, красота, блядь. Ну, там можно присесть с видом на море. Там лодочки куда-то плавают, катера куда-то идут. Ну, вообще место бомбическое, одним словом. Шикардос. Так выглядит холл этого отеля, Козе Бич. Хотель. Ну, судя по интерьеру, мне кажется, ему лет уже 15-20, наверное. Но выглядит неплохо. Следят за ним. Стены нормально, покрашены. Я думаю, даже обслуживание неплохое здесь. И внешний фит, фасад тоже нормальный, внушающий доверие. Я учусь, ребята, снимать интерьер. Блогер, который на минималках хочет научиться делать обзоры недвижимости, отели, ну и всего прочего. Пойдемте, выйдем сейчас, посмотрим территорию, где находится бассейн. Только около входа сразу же есть ресторан, где можно поесть итальянскую, по-моему, кухню, пиццу, вино. Территория нормально, я уже подержал здесь на лежаке. Также есть бар прямо возле бассейна. Сейчас прямо уже время к закату, 4 часа дня. Самое то время сейчас прийти, почерить около бассейна, хорошо. Зона для барбекю, грилей, можно здесь заказать шашвычки, гамбургеры, даже панкейк делают, я смотрю, тут неплохо. Вот смузи можно, кофеек себе можно заказать. В принципе, нормальные условия. Я думаю, место прямо для тех людей, которые приехали на недельку, здесь хорошо. По поводу цен, я думаю, что на одну ночь, сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот, смотрите, как выглядит бассейн. В принципе, нормальный. По глубине тоже где-то метр семьдесят, полтора метра. И есть для детей, по-моему, вот там помельче уровень. Прекрасный вид на море. Также лежаки такие прикольные. Зеленая терраса. Вот так выглядит сам отель. С другой стороны, он не очень, там уже всякие дороги, дома. Короче, лучше с этой стороны. Но чтобы с этой стороны, нужно будет оплачивать еще 100 долларов. Рядышком здесь какой-то отель, я даже не знаю название его. Да, по поводу, сколько стоит стоимость здесь проживания. Я, честно, еще даже не смотрел, но я примерно ориентировочно могу сказать, сколько будет по букингу это стоить. Ну, я ориентируюсь в основном по букингу. Я думаю, где-то от 50 долларов за ночь. Можно даже в районе 35-40 долларов за ночь. Это самый простой. Ну, на какой-нибудь сингл-рум, если взять, например, дабл-рум какой-нибудь двойной, с двумя проживаниями, я примерно 50 долларов за ночь. Это без питания, с завтраком включенном. Ну, я думаю, нормальная цена. Если сравнить с Турцией, где 50 долларов ты платишь за какой-то отель с тараканами, то здесь, я думаю, гораздо в Таиланде, в Паттайя эта цена очень адекватная. Особенно сейчас не сезон. Если сейчас выйти покушать, например, за территорию вот здесь просто местная, то, я думаю, там вы оставите 5 долларов максимум. В Турции оставишь сразу же 20-ку просто покушать. Вот и все. Просто понятно. Таиланд выигрывает гораздо лучше, чем Турция. А вы что думаете? Пишите в комментариях. А так выглядит на улице вид этого отеля. Сейчас вот перерывок. Я взглянул на букинги. 64 доллара стоит номер двухместного размещения с завтраком на одну ночь. Козибич-отель. Территория отличная. Выходишь, тишина, спокойствие. Нету никакой суеты, допустим, как на Централ Паттайя, допустим. Здесь тебе и массажка, здесь тебе и макашницы. Можно и кебаб взять, можно и том-ямы, вон тебе смузи. Все на русском, кстати. Многие даже сразу удивляются, кто сюда приезжает из России, там, не знаю, из Казахстана. Они в шоке такие, что сейчас Таиланд превращается, ну, такое, знаете, больше тайско-русскую страну, больше уже уклон не только на английский, потому что перевод. Они делают больше перевод на русский язык. И многие даже миграционные службы, я смотрел по новостям, обучаются русскому языку. Ну, когда на границе в аэропорту, например, встречают тебя таможенник, таяц, то они будут на русском разговаривать с вами. Ну, чтобы вы понимали, там, цены здесь, конечно, дороже, чем, допустим, на юге, на Джонтене, где я живу. Вот если даже взять, посмотреть, вот просто, что тут, вот, 60-80 фруктов, такие, а за 40-50 у себя могу купить. Ну, вот, например, порезанные вот такие. 80, ну, нормально, 80, в принципе. Кто здесь живет, я думаю, может себе позволить. Ну, это и, согласитесь, это тот район, где сюда не приезжают на долгий срок здесь, в основном, на недельку, на пару дней, на денек. А этот, знаете что? Это фуникулер. Блин, сколько лет ему интересно. И куда он движется, как вы думаете? Конечно же, на башню. Это Паттайя парк. Короче, приехал сюда, в Паттайя парк, спросил, сколько стоит подняться вот на эту башню. 300 баксов человека. 10 долларов. И если с питанием, то 700 долларов. Ой, 700 баксов, 700 долларов. Нет, я не люблю. Смысл 10 баксов платить, чтобы подняться, посмотреть на Паттайю? Не вижу в этом смысла, поэтому вчера я поднимался. На обзорной площадке нормально, в принципе. Так, а тут пляж интересный. Похож на Джон Тиэн Пьяш. Песочек, в принципе, нормальный такой. В волейбол играет, ребята. Под вечер, ветер такой поднялся. Нехилый. Приехал на закат, сейчас посмотреть. О! О, красота! Смотрите, какой офигенский закат. Шикардос! Это уже юг. Мы находимся посередине, получается. Ну, как-то так.